Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Япи Псайхо. В общем, Япи-Япи, Йоу, тащи вкусняшки. Вот что я тебе скажу, потому что игрушка действительно увлекательная, интересная, но, блин, по лайкосам, конечно, друзья, я не вижу ваши лайки, я не вижу ваши лайки, поставь, поставь, чтобы я не напоминал тебе всю серию. Такой, так, лайк, 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 короче, поставь и всё. Потому что я всё равно увидел, что многих, многих заинтересовала эта игрушка, но, как один братишка написал в комментариях, просмотры будут в жопе, уже всё прошли, и я с ним согласен. Но для себя эту игрушку забрасывать как-то... Потому что она, блин, мне понравилась ужасно. Поэтому мы с тобой продолжаем. Меньше говорилок, больше делал. Так, тоже один из комментариев был. Итак, теперь в чём заключается моя работа. Как я уже говорил, если ты правда хочешь начать работу, ты можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой. Кто-нибудь распределит твои обязанности. Короче, игрушка действительно потрясающая. В ней есть элементы хоррора, в ней есть элементы... Элементы? Элементы элементов? Ладно, друзья, если у меня... Да, что-то довольно... Я попробую подсоединить его. Ля. Всё, отлично. Мы с тобой подсоединили, компьютер подчинили, да. Ну, если не включается, конечно... Или зависает компьютер. Вы сами знаете, какой способ всегда работает. Включить-выключить, перезагрузить там. Ладно, включаем наш компуктер. Кудахтер. Вам понадобится айди-карта, чтобы получить доступ. Айди-карта? Пойдём спрашивать. Мне пока не надо никому звонить. А как же маме, маме, папе, бабушке, дедушке? Меня взяли, нормально. Не, на самом деле я бы радовался ещё как. Короче, давай спросим айди-карту. Хьюга, извини, что снова беспокоен. Мне нужна айди-карта. А, верно. Обычный отправляет в офис начальника. Я проверю, если твоя уже готова. Давай. Ну, мы типа не можем к начальнику заходить, потому что... Смотри, чисто чёрный. Смотри, чисто чёрный. Там даже свет не включён. А мы с тобой пока... Там что-то есть в его ящике. Вы получили кошачью еду. Зачем Хьюга? Нужно что-то подобное. Бро, блин! Знаешь вообще-то, сколько там полезностей? Китти-кет, виска с 10 рублей. А там сколько мяса? Ну, соевое, конечно, но... Алло? Мистер... Ай, блин, у меня задница заболела от этого звонка. Мистер Пастернак? Да, это я. Здравствуйте, я ваш начальник. Хьюга сказал мне, что у вас нет айди-карты. Похоже, что произошла какая-то административная ошибка. Проняшу извинения. О, нет, всё в порядке. Похоже, что они отправили вашу айди-карту в другой офис. Вы должны пойти в офис D, который находится на том же этаже, что и ваш. Офис D, понятно, спасибо. Всё, всё на изи, решается, окей. Как бы такое. Так, погоди, если я туда пойду, в чём прикол? Написано начальнику, лучше его не беспокоить. Так, кошачью еду мы с тобой взяли. Кошачья еда. А сколько она восстанавливает? Использовать и смотреть. Банк из кошачьей еду я нашёл на столе мистера Хьюга. Вот мистер Хьюга будет очень рад, потому что он камеру... Вы думаете, он камеру не проверит? Вы думаете, блин, зачем я её взял? F. Заперто. Так, ладно, пойдём дальше, пойдём дальше. Нам нужно D. Нам нужно D, пацаны. Вот есть у нас тут туалетик. У нас какие-то, смотри, лё... О, тут слишком темно. Чё ты так боишься темноты? Хотя и тут темнота, смотри. Не ходи за ворота. Здесь нет ничего интересного. Не вижу ничего смешного, если честно. Ну, как бы, пацан... Я бы не открывал, пацан... Так, на раз-два-три. Раз-два-три! О, простите меня. Ты хочешь попить моей воды? Нет, твоей... Твоей воды... Фу! Нет. Нет, спасибо. Дверь закрывать. Так, дверь заклинила, её не открыть. То есть, погоди, вода... Вода, я так понимаю, из унитаза, чувак. Ну, а если мы возьмём, погоди, чё будет? Простите меня. Ты хочешь попить мне? Ладно, но это обычная вода, так? Как баклан, видимо, смеяться, чтобы понять. Вы получили одну черту. Вот один вопрос. Как этот псих оказался здесь? Как он оказался? Я не понимаю, в чём прикол. Я не знаю, занимался ли кто-то в этом здании уборка в течение последних лет. Чувак, всё просто. Вот тебя наняли в первый раз на работу. Хоба, подскользни здесь. Типа скажи, ой, я упал, таблички не было. Нет, сначала табличку надо вон туда вот закинуть. Ой, таблички нет, я поломал, производственная травма. Всё, отсудил бы у этой компании, я не знаю, миллион, миллиард, наверное, бы. Ну, не знаю, ладно, это я слишком... Это я слишком уж, конечно, загнул, но мы получили водить... А, погоди, где? Стоп, стоп, где, пацаны? Стоп, где вода? А-а-а-а, у меня шесть воды, но я смешал, я... Фу, там же какие-нибудь бактерии, чьи-нибудь ещё такое, чуваки. Ну, блин, это вам не челлендж выпить из унитаза, да, там, залпом? О, смотри. Это торговый автомат шоколадный стоит 150. Да, это я понял, в унитаз... О, ещё 30. Я, кстати, в мусорке уже находил 30 кредитов, теперь ещё 30. Это фотографии сотрудников месяца, на всех них юга! Да ладно! А, Б, нам же в Д, офис А. Заперто. В смысле заперто? То есть у нас только один офис работает заперто? С. Мне вот один вопрос. Фууууу! Тихо, не открывай рот. Не открывай рот. Ты слишком близко вот к этому чуду произведения. А, простите, а чем здесь занимаются? Меня точно в ту компанию пригласили? Эта компания какая-то ненормальная. Здесь пьют из унитаза какашки прямо здесь. Чё это, Брайан? Так, ну-ка давай посмотрим доходы. Я мало что понимаю в этих таблицах, но я бы сказал, что у компании были взлёты и пади. Ну, это всегда так. Что это? Это лошадиный помёт. Что это? Она, видишь, смотри, она... Посмотри, она просто уставшая. Она как будто, я не знаю, постребледная какая. Просто годами здесь работала, ля. Что это? Так, не, ладно. А, мы трогать не будем там, да? Короче, пацаны, блин, в детстве помню, мы решили засунуть петарду в какашку. Блин, это было так весело. Особенно, когда пацан такой захотел проверить, почему так долго не взрывается петарда. И хоп, а ему, блин, всё в лицо. Это просто жесть. Это просто жесть, пацаны. Что это было? Что это? Это лошадиный помёт. А, ну всё, хорошо. Ладно. Короче, приятно было иметь... Не иметь... Опа. А, в смысле? Диван блокирует дверь. Это диван? Возможно, я смогу его сдвинуть с пути. Что за приколы? И мне уже не нравится. Первым делом. О, тут слишком темно. Эй. Что-то написано на полу. Это ловушка. О, это... Это не смешно. Включили свет. О, нет. Нифига себе. У нас здоровье ещё отнимается. Короче, надо... Так, надо, короче, близко посмотреть. подходить. Я не понимаю, что с техникой происходит. Давай похаваем что-нибудь, блин. Самое время похавать, пацаны. Я бы на самом деле обосрался, но лапша быстрого приготовления. Можно залить водой и разогреть микроволновки. А, ну у меня не хватит на это ума. Так. Ну сил не хватит. Картридж с чернилами. Давай-ка хванем. А я не могу хвануть. Выпить. Кофе. Кофе, кофе тайм. Ля, техника меня просто ненавидит. Смотри, что происходит. Кто-то связанный, кто-то связанный сидит. Привет. Ты знаешь, где выход? Сотрудник. Боже мой, он привязан к стулу. Что здесь происходит? Я попробую тебя развязать. Должно быть, он привязан сзади. Должно быть, он привязан сзади. На привязи, да? Чувак. Вот. Ля, ну, можно сказать, с удовольствием зря я сюда пришел сегодня. Не получается. Я пока не уверен, что могу тебе помочь. Но, возможно, между нами двумя мы сможем найти выход отсюда. Так, короче, чувак... Чувака мы сейчас катим, потому что, видишь, у него фонарь. Я понял. Это, блин, капец, капец. Что еще здесь происходит? Что здесь вообще происходит? У-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. Я не могу протолкнуть стул через эти провода. Они слишком спутаны. Блин. Вы получили один шоколадный батончик Это картонная коробка Выглядит прочной Вы получили одну коробку А как меня распутать-то эти проводишки, проводки Я не вижу здесь ничего интересного Ладно, бро, пойдем обратно Короче, я коробочку получил Я получил батончик Сникерс, сникерсни, все дела Да, ребят Ладно, давай посмотрим, что у нас там Вентиляция, все понял Так, окей Бро, прости, но Использовать Я все еще не могу дотянуться Стоит поставить еще коробок Вы получили одну картонную Опа, погоди Так, мне кажется, это ловушка Пацаны Вам не кажется, что это ловушка? Погоди, могу я его? Я ему могу туда Мне кажется Нам скажут, типа Нам нужна третья еще Коробка Почему-то у меня есть такое предчувствие Так, чувак Помогите мне Помоги мне Это же сотрудники Здесь нет ничего Здесь нет ничего интересного То есть чуваки Привязаны Здесь нет ничего интересного Вы получили 20 кредитов А здесь есть 20 кредитов? Здесь нет 20 кредитов Здесь нету 20 кредитов Я не вижу Здесь ничего интересного Здесь чисто Убивают сотрудников Прикинь Спокойнее Я уверен, что где-то здесь Есть позади выход Ран, беги Вы получили один пакетик Растворимого кофе Сейчас, братишка Погоди Блин, придется мне брать На стене что-то написано Беги Зажмите shift Офигеть! Это что было? Человек-краб Знаешь, маленькие крабики Кравоотшельники Да Рак отшельник Рак отшельник Он заползает в раковину Что это было? Блин! Нет, пара Должен выбраться отсюда Как можно быстрее Тихо-тихо-тихо Мне надо отсюда убираться Жесть! Чисто убивают сотрудников Вентиля Офигеть Боже мой, что это было? Это что-то происходит в этой компании СОСА! Вы что, серьезно? Нам Мне кажется Может не стоит Туда ходить Как бы К начальнику Так Смотри, кабинет открыт Но мы подойдем К миссис Сосе Мистер Сосе Пожалуйста Нам надо позвать На помощь Начальник Начальник? Пожалуйста Короче, к начальнику Нам надо идти Мне это Нифига не нравится Если честно Привет Хьюга Что случилось? Ты будто Бризрик у видел Чудовище Там в офисе Чудовище Что? Я пошел в офис Да и там был Я не знаю Кошмар Аааа По-моему, я понял Ты... Ты что ты принял за монстр? На самом деле паренек, который слегка тронулся умом пару недель назад и заперся в офисе. Нет, нет, нет. То, что там произошло, ненормально. Там был парень, привязанный к стулу, и десятки сотрудников, свисающих с оттен. Мы должны кому-то рассказать. Ну, чувак, я не думаю, что здесь происходит что-то подобное. Клянусь, там были кофейники и мониторы, которые летали по воздуху. Не разыгрывай меня, Пастерне. Кроме того, зачем ты пошел в тот офис? Мы завалили его мебелью, чтобы избежать проблем. Ну, начальник не позвонил и сказал, что там не найду свою ID-карту. А? Твоя ID-карта лежит прямо здесь, на столе. Их всегда здесь оставляют? Вот это круто! Но погоди. В офисе разруха. И почему ты сидишь в кресле начальника? О, разве я тебе не говорил? В компании нет начальников. Ни одного во всем здании. Что? Я знаю, звучит странно, но у них всех поехала крыша, ушли в большинство случаев. Наш последний начальник закрылся в этом офисе давным-давно, пока в один прекрасный день просто не сбежал. Кто знает, почему, наверное, стресс. Стой, но если нет начальника, кто мне тогда звонил? Полагаю, какой-то шутник. У меня аж дергается. Перестань об этом волноваться. Будет лучше, если ты возьмешь свою ID-карту и начнешь работать как можно скорее. Ой, я сказал работать. Что ж, постарайся не переусердствовать. Ты же не хочешь сойти с ума, как тот монстр. О, дядя, блин. Понятненько. Ну, давай посмотрим. Вы получили свою ID-карту. Зачем же ему кошачья еда-то? В чем прикол? Он тоже больной. Больной псих. Здесь нет ничего интересного. Вы получили один ломтик сыра. Что? Фу. Ну, что, фу-то, блин. Похавать можно? Ну, ладно. Вроде ничего нет, пацаны. Ну, как бы тут воняет. Какашки какие-то. Видимо, ну, я не знаю, честно, что происходит, но это какая-то полная жесть. Мне хочется узнать. Главное, не сполерить. Пацаны, будет очень приятно, если вы не будете сполерить. Я никогда раньше не использовал эти машины. Это вот чудо инженерии. Компьютер, все дела. Ну, это понятно, да. Я тоже первый раз, когда это все увидел, блин. Загрузка. Синтранет. Что? Что это за место? Может, это еще одна ловушка? Слепа. Мистер Пастернак. Еще одно чудовище! Мне надо сбежать из этого кошмара. Что здесь вообще происходит? Мамма миа, Дольче Витта. Ла-ля-ля-ля-ля-ля! Прикол. Я видел вот это на обложке. Я видел вот это на обложке игры, но... Мистер Пастернак? Мистер Пастернак? Добро пожаловать в Синтра Корп. Вы собираетесь убить меня? Сохраняйте спокойствие, я вас не тр... Что? Что это такое? Позвольте мне представить. Меня зовут Синтра. Моя обязанность является рассказать вам о вашей работе. Хорошо, но что это за зеленый мир? Пару секунд назад я был в офисе. Вы подключены к Синтранет, корпоративному интерфейсу. Здесь вы можете отслеживать свои задания, получать сообщения от коллег и общаться со мной на любые темы. Уведомление, вы получили свое первое сообщение. Если хотите, вы можете выбрать и прочитать его. Хьюга там написал что-то нам. Добро пожаловать в Синтра Корп, мистер Пастернак. Надеюсь, что ваше пребывание здесь будет плодотворным, продуктивным и продолжительным. Ты послала мне это сообщение, так? Верно. Если вы согласитесь, я приступлю к разрешению ваших обязанностей в соответствующей работе. Вы подробно изучили ранее подписанный контракт, верно? А, ну если честно, он был таким длинным, и там было много непонятных слов, я не все понял. Не волнуйтесь, я выделю из него важную для вас информацию. В соответствии с заранее установленными нормами юридической докторины, применяемый в настоящее время соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой классификации Синтра Корп. Всего 6 на этот заработок и работник принимает все наполнительные положения в этом документе на неопределенный срок. Так, это мы как раз и читали. Так, ну это я понял, о чем... Да, все правильно, все правильно, извини. Не могла бы ты просто объяснить мои обязанности. Конечно, вы должны сфокусировать свое усилие в Синтра Корп на одной простой задачи. Уничтожить существо, прозванное ведьмой. Что? Уничтожить существо, прозванное... Да, я слышал, но я должен убить ведьму, это шутка, верно? Вас наняли в качестве охотника на ведьм. Что? Ладно, ладно, слушай, я не уверен в том, что творится в этой компании, но я не уверен, что я хочу на кого-либо охотиться. Ведьма серьезно? Ведьма? Серьезно? Сейчас я поясню детали вашей работы. Нет, я не хочу знать, должно быть здесь какая-то ошибка. Красная Княжонка. Иконка показывает ваше первое задание. Найти молот-ведьм. Пипец. Как мне отсюда выйти? Пожалуйста, мистер Пастернек, позвольте мне закончить мои объяснения. Я покажу вам, как выйти. Ну, давай. Спасибо. В связи с недостатками информации о ведьме, нашим первым заданием будет поиск молота-ведьм. Колдовского трактара, написанном... Трактата. Трактара. Трактора, может быть, тогда. В 15 веке, в котором описывалось, как опознать, поймать, уничтожить подобных существ. То есть мы говорим о ведьмах, верно? Ведьм? Сентракор получил копию молота-ведьм, но где находится книга в данный момент, неизвестно. По нашим последним данным, книга находится где-то в библиотеке компании на седьмом этаже. Рекомендую начать ваши поиски. Хорошо, ты закончила? Также должна вас проинформировать. Если вы найдете книгу, то мы дадим вам премиум в размере тысячи кредитов. Ай, Синтра, послушай, спасибо огромное за предложение. Все такое на ход на ведьм не мое. Я пришел сюда в надежде, что это будет обычная работа. Да, это действительно бред какой-то. Но она с каждым моментом становится все страннее и страннее. Может быть, будет лучше, если вы найдете кого-то другого на мое место. Жаль это слышать. Вы можете уйти в любое время. Если вы хотите отключиться от системы, активируйте кнопку выхода. Я надеюсь, вы передумаете. Так, ну не, ну давай, давай, конечно, пойдем. Можете снова рассказать. Ваша задача найти... Это обычная книга или это какой-то монстр в виде книги? Судя по моим записям, это простая книга. Не уверен, что верю в это. Но ладно, полагаю, что будет так не сложно. Не так сложно. На данный момент вы не сделали ничего, чтобы выполнить задание. Сэр, прошу вас начать работу как можно быстрее. Продуктивный работник... Ладно, понял. Короче... Это мы уже слышали. Тут ничего такого интересного нет. Конечно, вот... Даже нельзя потрогать, посмотреть. Перед тем, как вы уйдете, я должна рассказать вам одну важную вещь. Ваша работа здесь конфиденци... Конфиденциально. Вы не должны раскрывать кому-либо свой статус охотника на ведьм или свои обязанности в глазах ваших коллег. Ваша работа заключается в консультациях по системам и базам данных. Что? Это в ваших личных интересах. Я надеюсь, что вы не раскроете этот секрет. Скоро увидимся, сэр. Офигеть, офигеть. Просто, просто жить. Так, а можно мне сохраниться? Это ксероксу, но у меня нет бумаги. А как медь сохраниться? Эй, ты уже вошел в систему? Компьютер немного староват. Поэтому, возможно, на нем стоят устаревшие программы. Но для основных функций он должен сгодиться. Ты узнал, в чем состоят твои обязанности? Да, похоже, что это обычная рутина. Если можно назвать убийство рутиной. Убийство? Тебе надо убить кого-то? Э, нет. Убить... Время. Ах, я вижу, что ты начал понимать. Ты уже думаешь о том, чтобы отлынивать от работы. Не так ли? Да ну, вообще-то я не уверен, что подхожу для работы. О, почему? Здесь в большом городе все происходит быстрее, просто иначе. Я думаю, а вдруг мне лучше вернуться в пригород? Потребуется время, чтобы приютный чувак. Не волнуйся. А мы всегда можем тебя поддержать, когда понадобится. Послушай, если ты напряжен, то отдохни в столовом на первом этаже. Перекуси, расслабься, не перетруждайся. Твой первый день. Жесть просто, просто жесть. А может мистер Со... Миссис Соса ведьма? Она очень похожа на ведьму. Очень похожа на ведьму. Привет. Ведьма? Ведьма! Ведьма! Все бабы ведьмы! Ну, блин, я не знаю, пацаны, что нам делать, потому что у нас нет листочков. Мы можем, конечно, сейчас... Вот, смотри. Сейчас, секунду, загрузить душу. 20-51. То есть, прикинь, мы даже с тобой сейчас не сохранились. Где же нам сохраниться-то, пацаны? Может, сейчас нам тут дадут? На первом этаже. Давай. Он посоветовал нам на первом этаже немного потусить. Может, тут реально что-нибудь такое будет. Вот, смотри, тут у нас... Так, это мы с тобой читали. Хотите вы сварить кофе? Да. Что мне приготовить? Лапшу. Давай, приготовим лапшичку. Немного покушаем. Ну, хотя... Ничего горячего лапша. Так, у нас нет нужных ингрейнтов для сэндвичей. И вот у нас появилась какая-то мануазель. Привет, меня зовут Пастернак. Миссис Мелон. Ведьма! Ведьма! Пастернак, ты часто плачешь в душе? Что? А, ни разу нет. А я постоянно так делаю. О, извини. Меня зовут Мелон. Приятно познакомиться. Ты живешь один? А, нет, я живу с родителями. Точнее, жил. У меня теперь есть жилье в столице. Великолепен. Кофе? Нет. Ладно, тогда увидимся позже. Похоже, что он ест. Эти хлопья дают суперспособность. Чуваки чисто без сил жизненных. Вот она вроде выглядит нормальной. Но, блин. Все это так странно. Мне как-то надо алтарь починить. Мне надо как-то... Слушай, ну это просто жесть какая-то происходит. Смотри, она прям на меня смотрит. Мне это бесит. Смотри, она прям на меня смотрит. Мы офис в комнате Б. Мы можем там спрятаться. Ага. Ага. Капец. Что происходит? Кушай. Это... Это ловушка, пацаны. Это какая-то ловушка. Здесь все не чисто. Так, это я все выпил. Это я... Так, а погоди. Куда же нам? Может на седьмой давай? Шестой, кстати, сотри. Не работает почему-то. Давай на седьмой. Итак, Синтра и Робот Штука сказал, что книга Молот-Ведьма находится в библиотеке. Поиск книги не опасен. Так? Мне никогда раньше не приходилось бояться походу в библиотеку. Мне тоже там баб... Не, ну бабушки. Я помню одну книгу, я так и не отдал, блин. Было. На экране написано, те, кто хочет взять книгу из библиотеки, должен предоставить экземпляр формы R301 в связи с соответствующими данными, заполненными и закрепленными ссылочным кодом Синтра Корпус. И документацию можно найти в архивах. Вот, получаю форму R30. Я должен заполнить всю информацию о книге? Посмотрим. Название, год издания, автор и издатель. Ну, я хотя бы знаю название. Капец. Так, мне надо найти остальную информацию в архивах. Так, это библиотека, а мне нужны архивы. Архивы у нас где? Вот тут архивы. На хуй. Так. Здесь письмо, в нем сказано. Написано. По теме я могу сказать вам лишь малость из того, что я обнаружил. Они называют это ведьмиными бумагами. Их можно определить по водяному знаку со змеей. Некоторые говорят, что они прокляты, но у них все равно есть свои преимущества. Одна из самых распространенных способностей ксерок... Душу, ну, сохраняться. Если ксерокопировать душу, то она будет сохранена. Стоит вам сделать это до того, как вы вернетесь в тот момент, когда вы сделали копию. То есть, когда я ксерокопировал свое лицо на виденную ноту, она сохранила меня. Звучит очень полезно. Это ксерок, но в нем нет чернил. Так, чернила у меня есть. Здесь нет ничего интересного. Так, это все. Это я все знаю. Там вот бумага. Мне кажется, вот бумажка, какашка. Нет? Блин, жесть. Там какая-то происходит. Вы получили один лист ведьминой бумаги. Пусто. Так, и вот мы с тобой можем сейчас использовать здесь картридж. Ну, я не знаю даже. Вы используете картридж с чернилами? Да. Давай сделаем. Сохраняемся. Пацаны, фотокопия души выполнена. Вот такая вот. Ну что ж, друзья. На этом мы с тобой пока что закончим. Дальше лучше, дальше круче. В общем, ставь лайкос. Прямо вот максимально давайте поставим. Потому что я хочу это пройти игру. И поддержите меня просто. Поддержите. Если просто заходите. Ну, давай. Все, все. Все. А на этом все. Бай-бай, дорогие братишки.